Всем привет! Мы продолжаем проходить по Finder Kingmaker, ну и как вы помните, в прошлый раз мы победили очередного босса, это жрицу, причем ее жертвоприношение, ну, действительно, тронуло меня, если честно, но это клево пожертвовать. Ну, то есть не клево, да, вы понимаете, я не могу подобрать просто хорошие слова для этого, но это мощно, что ли, это требует... требует силы воли, как-то так, какие-то такие слова пожертвовать своей душой, чтобы спасти своих союзников. Ай, ай-яй-яй, давайте-ка выйдем из этого ядовитого облака, ну его нафиг. Ну, нас закидывают, мы закидываем, в принципе, такой немножко статус-фо. Оу! Оу! А вот это, кстати, ну, нормальная такая комната. Первый раз у нас такая вот хрень. Эй, отлично. Теперь мы можем к ним подойти, и тогда Валерия должна... Ага. Должна наносить... Валерия, Октавия должна наносить дополнительную урон им своим... А, вот этим вот кислотной атакой своей. Ну, мы их достаточно быстро разобрали, но уже, если честно, чувствуется, что сложность-то возрастает. А, так вот, жрица принесла себя в жертву, отдала душу лома, что чтобы спасти своих союзников, это мощный шаг. Ну, а мы с вами ищем дальше какие-то сведения, потому что в этом эпизоде, я надеюсь, нас ждет следующий босс. Ой. Слушайте, тут, я так чувствую, у нас будет много схваток с элементалями. Ха. Видимо, тема вот этого подземелья, это элементария. Ну, они крепкие довольно-таки. То есть, по крайней мере, мы их сходу так не убиваем, но пока и ресурсы какие-то дополнительные мы не тратим, к счастью. Я думаю, единственное, что наш персонаж Огба вылечит, ну, быстренько тут вот это. Было бы здорово, если бы это спало в эффективности, все же, Рос. А то... А то как-то это... Не очень полезно получается. Здесь все в каком-то муаре. В мареве, вернее, даже. Ну, на всякий пожарный мы с вами песенку споем. Про пять минут. Ну, окей. Не вышло. Может здесь что-нибудь? А, 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 а? Блин. Ничего. Ну да ладно. Но мы помним, что на этом уровне нам с вами еще надо какой-то предметик обнаружить. Мм. Гостеприимно всегда вот открываешь двери, там сразу уютная ловушенька. Ехать. Никого. А, нет, ловушенька. Эй, ребят, 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 встали. А Октавия все-таки обезвредит нам. Ну, там то перед дверью, то за дверью. В любом случае, здесь нам рады. Ты сразу понимаешь, что... Да, тебя здесь ждали. Хе-хе-хе. Так. Пока ничего. И я не помню, сказал я или нет, но я быстро сходил, все продал. Чтобы нам с вами не таскать 1500 пунктов всяких броников и дворфийских топоров на себе. Эй, куда ты? Куда вы? Огромный элементарь огня. Но, к счастью, мы расставлены так. Ой, высший элементарь огня. Ё-о-о. Так, ребята. К счастью, они все еще не могут попасть по гавалерии. Она у нас настолько бронированная. Там немножко ранен Огба. И мы постараемся его сохранять целым и невредимым. Ну, не целым и невредимым, а живым хотя бы. Эй, эй, эй. Алло. А, у нас закончились эти маленькие исцеления. Эй, жаль. Ладно, давайте вот так вот позитивную энергию проведем. Все. Супер. Теперь Огба должен быть более-менее цел. Ага. Уу. Разрушение чар. Не. Не-не-не. Так. Чего у нас тут? Здесь у нас какая-то скромная дверка, если честно. И больше ничего. Я думаю, это ни разу нам еще не помогло, если честно. Но мы попробуем все-таки сыграть. А, нет. Ну, ничего не происходит. Ладно, просто внимание-то у нас достаточно высокое. Мы на каждом уровне аж нескольким персонажем его качали, чтобы не попадать в просаг, если что. И почему древние элементали воды выглядят как осьминоги, если честно. Честно, меня это как-то смущает. А Огба даже после нашего исцеления еще немного ранен. Что ж это за... Во-первых, сколько у этой псины хп, давайте так. Что, как бы мы его полечили, а он все еще ранен. Ага. У нас, кстати, первая пачка заклинаний начинает заканчиваться. Но, благо, у нас вот этих гигантских луков ураганных дофига и больше. Но и заклинание, на самом деле, оно первого уровня отдает неплохой бонус к урону. И, пожалуй, то, что мне давно стоило юзать постоянно, но я почему-то его игнорировал. И, смотрите, у нас куча элементальных комнат каких-то прям пошла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ка. Давайте покусить, потому что, ну, если мы будем рассеивать наше внимание, ничем хорошим это для нас не обернется. Лучше уж вырезать по одному. О. Фу. Дела становятся все интереснее. Ну, и, по правде сказать, вот этот уровень, наверное, пока что самый клевый за счет всяких вот этих вот элементальчиков. Да? Кожаный доспех фигня, скорее всего, окажется. Ну, и, действительно, если кто-то еще не прошел эту игру и только собирается этим заняться... Так, а мы с вами ничего не нашли. Алло. Как так? Не, стоп. Это десятый уровень. Десятый. Давайте-ка посмотрим, что у нас есть. У нас есть неотправленное письмо и все. Шляпа какая-то. У нас с вами на десятом уровне должно было, получается, должен был еще айтем таки найти. Мне это нифига не нравится. Так, давайте врубим нам письмо мастерства и пробежимся по уровню еще разочек. Может, где-то мы что-то с вами упустили. Может, где-то я дверь не приметил. Но... Но все вот эти предметы желтые мы с вами должны найти. А то... Не узнаем, чем же все в итоге закончится на самом-то деле. И в чем соль? Не, ничего, никто не видит ничего, да? Гады-гады-гады. Может, вот здесь? Сори, просто... Ну, правда, как-то не хочется обломаться из-за того, что мы где-то на одном уровне немножко поленились. Хм. Ладно. Давайте мыслить логически. Возможно ли такое, что разрабы взяли и на одном уровне чего-то не сделали? Ну, что-то я в это не верю. Ну, то есть, в смысле, такая обманка, что, типа, на этом уровне ничего нет, а на следующем уровне будет два их. Что такое-то? Хорошо, вот здесь. Здесь я вижу какую-то странную штуку, которая, ну, судя по карте, похожа на потайную дверь. А песни нам еще надо сохранить бы. То есть, они, конечно, прям не меняют весь бой для нас. Блин, я вот здесь что-то за стеной, кажется, вижу. Но, с другой стороны, я именно на там ранних уровнях тоже видел что-то за стеной, а оно на практике оказалось ничем. Ладно. Ладно, ладно. Просто перед битвой с боссом будем помнить, что на десятом уровне мы не нашли ничегошеньки. Ага. Фуф. Фуфуфуфуф. Ну, перебдели. Лучше перебдеть все-таки, чем обосраться. Поэтому... Ой. Астрадаймон. Сейчас он кинет нам смерть, да? А может быть... Давайте, знаете, что? У Октавии есть, кажется, вот такая штука. А, не надо. Не надо. Все, не надо. Правда, он снизил уровни Валерии на 5. Но у нас у Тристина, по-моему, было восстановление. Да? Восстановление высшее. Алмазная пыль. Да... Брррр. Так, хорошо. Восстановление высшее свиток. Здесь, наверное, ничего нам не надо. Правильно? Но, раз они в свитках, то они уже должны быть, типа, готовы к применению. Давайте попробуем восстановить Валерию. О, 5 временных отрицательных уровней. Видение будущего. Ууу. Слушайте, ну... Восстановление... Слепая хвороба. Ну, шо ж за фигня? Сняли и ее, кажется. Сняли и ее, кажется. Примечание. Эта статья-бестиария наименее полная из всех и нуждается в доработке. Она составлена со слов нескольких несчастных выживших в столкновении со злой певуньей. Певунья – самая молодая из великих кошмаров, о которых нам известно. Нет свидетельств встречи с ней в прошлые века, что подтвердил и сам дракон Зелерин. Мы почти уверены, что ранее певунья обитала в изолированной части подземелья. Единственный проход вел из ее секции пещер в основной лабиринт, и он долгое время оставался закупорен завалом. Затем кто-то, видимо, очередная компания героев, призванных Зелерином, разобрала завал и невольно выпустила тварь на свободу. Мы до сих пор не знаем точно, как выглядит певунья, но хорошо знаем, как звучит. О ее появлении обычно сообщает пение, смутное эхо, доносящееся из туннелей. Те неразумные души, что отправились на звук, думая, что слышат разумное человеческое существо, поплатились за это жизнями. Можно с уверенностью сказать, певунью повсюду сопровождает огромная стая разнообразных монстров, которые в естественных условиях не собираются вместе и не действуют сообща. Они защищают певунью, охотятся для нее, свирепо атакуют тех, кто вторгается на их территорию, но могут и внезапно пощадить жертву без всякой системы и логики. Что движет их непредсказуемой хозяйкой, установить не удалось. Возможно, она просто безумна, как и многие существа беспросветных глубин. Сложно сказать, является ли пение для нее способом приманивать жертвы или же неким инструментом, с помощью которого певунья контролирует свою свору монстров? В ближайшее время у нас появится шанс это выяснить. Сегодня вечером разведчики нашей экспедиции услышали в одном из дальних коридоров звук нежного женского голоса, напевающего легкомысленную датскую... детскую, тьфу, датскую. А датчан, наверное, в Папфайндере нет. Колыбельную... А, легкомысленную детскую колыбельную. Певунья близко. Обратную сторону листа украшает клякса давно засохшей крови. Кто-то размазал ее по листу, выведя смешные кривые рисунки цвета солнца. Экклеситиург. У, кстати, неинтересно. Отвергая материальную броню в пользу защиты, даруемой силой веры, экклеситиург сосредотачивается на чечесах, даруемых его божеством и на широте власти этого божества. Круто. А остальные, кстати. Здесь мистический трикстер Маквор. Понятно, это просто алхимик, это просто рейнджер, мастер башенного щита. Ммм, прекрасно. Окей. Ну, мы с вами завалили даймона. Точнее, даже архи даймона, по-моему. Что меня несказанно радует. Ну, и у нас есть спуск вниз. Главное, что мы с вами не упустили очередную подсказку. И не поленились обойти еще раз все стены подземелья. Блин, надеюсь, нам это придется делать не часто. Тут, конечно, мой факап. Нельзя никакие стены пропускать, видимо. То есть, надо их все очень внимательно осматривать, проходить мимо них, гладить. Там как-то нежно уже начинаются странные вещи. Я, пожалуй, замолчу. Просто дальше начался бы эротический рассказ о влечении нашей пати к стенам. Не стоит оно того. Так. Ну, что ж. Следующий уровень ждет нас. Это был десятый, как мы помним. Одиннадцатый. Как в русском лотопе барабанные палочки. Ну, и у меня есть полное ощущение того, что схватку с этой вот братячей пивуньей мы, судя по всему, увидим с вами в следующем эпизоде лишь. Я еще не прощаюсь, естественно. Но, кажется, мы до нее просто не дойдем в этот раз. Ну, а супердлинный эпизод. Мне не хочется делать. Его, во-первых, и мне сложно записывать. Потому что я все-таки устаю в какой-то момент. А во-вторых, наверное, и вам сложно смотреть. Ну, я раньше пытался делать 45-минутные эпизоды. Но коллега, который чуть помоложе меня был... Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Оу-оу-оу-оу-оу, полегче. Давайте как-нибудь... Эй... Вот так. Мы можем развернуться. Давайте вот так развернемся. А джубилостище экипирует святые бомбы. Почему я так внезапно недоволен вот этими всеми призраками? Они зачастую кидают отрицательные уровни нам. И отрицательные уровни очень сильно раздражают, если честно. Хотя, пока что ничего не происходит страшного. Но святые бомбы их неплохо так раздражают. Хотя джубилост, пожалуй, я постараюсь сейчас их отключить. Потому что нам хочется, чтобы у нас с вами бомбы остались на следующий раз. Ну, нам, мне. Как бы то ни было. И у нас потихоньку заканчиваются уже те заклинания, которые мы кидали, чтобы усилиться. Поэтому еще раз я наш минимум перекину. Кстати, у джубилост героизм бы не помешал. И джубилост, пожалуй, по боевым именно штукам, один из моих самых любимых персонажей. По той простой причине, что за ним не нужен постоянный глаз-да-глаз. То есть, все, что ему нужно, это включить бомбы, отключить бомбы. А следить за ним постоянно не надо. Конечно, было бы, может, прикольно играть магом. Но маг это постоянно надо, короче, что-то кастовать, что-то вот такое делать. Это очень много микроконтроля. Ну, то есть, соответственно, ты начинаешь микроконтролить этого мага. Бои начинают потихоньку затягиваться. А затянутые бои, ну... Нет, ну, понятно, что, в принципе, вся вот эта система, она про боев. Да? А, но... Но затягивать бои там, где это не надо делать, мне не хочется. Так, вот эта местность, мне кажется, подозрительная. Давайте-ка снова попробуем есть мастерства сыграть. Может, кто-нибудь чего-нибудь да и приметит. Еще ни разу такого не было, конечно. Но мне очень хочется, чтобы это случилось. И я такой... О, смотрите, мы с вами не зря взяли Барда, как нашего основного персонажа. Так, ну, к счастью, скелеты чего-то не снижают на уровне. Они, конечно, периодически попадают то по Огба, то по нам. Особенно вот кровожадные скелеты воители. Уу, слухом. Окей. Так, разобрались здесь. Ну, и помните, что у нас... А, нет, здесь еще ничего мы не нашли. А, вот это вот выглядит... Нет. Так, у нас два прохода. А, какой из них основной? Да черт знает, я бы, наверное, пошел наверх сначала, вот сюда. Почему-то мне кажется, что это будет правильнее. Ну, сейчас проверим. Подводит меня чутье или нет. Ну, судя по всему, не подводит. О, призрачный страж. Вот эти вот сволочи очень любят нам уровни опускать. Ай. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, надо вот этого, призрачного стража зафигачить. Он там кого-то у нас в ближнем бою ковыряет, тварь такая. А можем отсюда выбежать? Давайте-ка вот призрачного стража-мага уже. А-а-а. Зафигачим. Э-э-э-э, ребята, 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 ребята. А-а-а. А тристиан. Самое время лечить нас активно. Тристиан, давай. Давай, брат. Ага. Вот тут нормально, так нас встретили, тепло приняли, мягко скажем. Уф. Уф. Тристиан, давай еще. Еще. Все. И давайте из дыма выйдем из этого. Ёж. валерий пожалуйста будьте любезны главное что нам за них ничего не дали кроме блестящего шлема интуитивный бонус плюс 2 к защите не знаю то есть бонус одного типа конечно не складываются но плюс 2 к защите это как-то не хотя на валерий конечно будет круто но просрём с вами все спас броски спас броски просирать не хочется вот и дым вообще рассеется ну и ладно у нас какие-то отрицательные есть штуки лечение недуга благословление а урон силе а у нас где-то были свитки восстановления да и кандео подлечим здесь у нас еще здесь все хорошо здесь хорошо здесь все плохо ну да но я знал на что иду когда собирался эти свитки восстановления это кстати что снятие болезни а где они до 40 штук это как бы было неспроста как вы понимаете кстати знал бы я о том что происходит в дополнение 11 выносливость 11 ее практически изничтожили на самом деле еще немножко она бы просто умерла от того что у нее характеристика ушла в минус у кого у нас есть лечение кстати наш персонаж может вот так вот сделать еще раз шикарно а и у джубилост у самого на самом деле он же не пальцем делом правду не лечение чисто на себя такой вот он негодяй немножко эгоизма на самом деле джубилост настолько харизматичен и умный да что какой-то и ей куда на джубилост а все вы чего офигели джубилост уходи уходим уходи его ему достал джубилост бедный джубилост надо бы защиту от стрелки от джубилост на моему бомбы тогда а все я их отключил того что что то здесь очень много этих стреляющих гадов я так думаю что мы с вами после этого уровня перед тем как идти на уровень с боссом воспользуемся нашим шансом на отдых может быть даже знаете я выйду в какой-то момент из этой локации а потому что у нас прошло дней на 56 посмотреть что там в баронстве творится но вообще проверить как там и что-то может там уже какие-то проблемы которые требуют разрешения защита от стрел да но если мы отдыхаем то я думаю тратим все что есть не жалея сил это у нас 11 уровень отлично а я так полагаю что вот здесь эй и и блин то что ж такое каждый раз как сохраняешься загружаешься происходит вот эта фигня что нас по экрану мечет просто и все попали знание религии и там что-то на нем лежит не правда ли я правильно взглядел отлично дневник следопыта это видимо тот чувак который с певицей замутил подозреваю святой гноми чекан плюс 3 покажите мне чекан действительно чекан окей у меня плохие новости для эльфа придется сказать ему что его жена была еще жива когда он завалил тот проход и дал дёры из подземелья наша экспедиция уже третья который он собрал чтобы достать из пещер кости своей женщины на первые две не дошли даже до завала и только нам повезло блуждали мы по этим ходам переходом больше месяца отступали когда встречали слишком сильные группы монстров возвращались и били их по одному или искали обходные пути и наконец дошли не знаю как их понял что это то самое место лет то сколько прошло не один десяток но он понял позвал нашего мастера кинетика и кивнул на вал камней преграждающих проход разбирай мол сам отошел в сторонку и будто ото всех закрылся вспоминал видать как чудовище уволокли жену во тьму у него на глазах как он дополз до этого места и подобрал камни последний оставшийся бомбой когда в завале проковыряли небольшое отверстие мне как отрядному следопыту выпало лезть и разведывать что там дальше как оказался по ту сторону сразу заподозрил неладное было заметно что завал долго и безуспешно пытались разобрать с этой стороны я крался дальше примечая следы давнего сражения подпалены на камнях от алхимических бомб зазубрины от меча а потом нашел его покинутый лагерь самодельными инструментами где жил тот кто пытался разобрать завал или то осмотрев лагерь и подобрав пару вещей я почти убедился что это было эльфово подруга плохо быть следопытом скажу я вам и рискуешь больше всех и частенько должен приносить отряду дурные вести их дракон дракон мог бы и предупредить что тут такое или он не знал эльф новости пережил вполне спокойно по нему не поймешь потрясен он или нет он и так вечно бледный молчаливый почти не разговаривает с нами только сверкает иногда темными глазищами я зову его дедуля хотя с лица он младше меня эльжа он в долгу не остается обращается ко мне эй рыжий со мной хотя бы заговаривает иногда а с остальных остальных в отряде едва замечает нюхом чую что он собрался найти кости жены да и помереть с ней рядышком заплатила нам вперед так что наверное это не должно меня тревожить не должно же мы закончили разбирать завал и идем дальше я нашел второй лагерь думаю женщина ушла сюда когда поняла что разобрать завал не сможет обустроено место на берегу пещерного озера из камней выложен очаг грубые полки за куток для спания сооруженный так чтобы от воды не тянуло холодом а на стенах пещеры мозаика из обкатанных водой камешков женщина выложила из них всякая разница разное цветы и фигуры животных солнце и луну смотрел я на все это и не представлял как приведу сюда эльф тут все кричала она выжила она не отчаивалась она ждала но лагерь был покинут очень очень давно и я нашел в нем множество следов чудовищ и кое-что еще очень похожее на нет не хочу даже думать когда возвращался к отряду услышал самый страшный звук какой можно было вообразить в этих подземельях откуда-то из тоннеля прилетело эхо мягкой мелодичной песни слов с такого расстояния было не разобрать я дал дёру про себя радуясь скажу что нашел пустой лагерь на это место надо обойти ибо опасно мы же не хотим встретиться со злой пивуней не хотим о том что это за жуткая тварь сам дракон предупреждал а раз мы обойдем подземное озеро стороной эльф не увидит мозаики на стене так у кого еще у нас урон характеристикам а только у 300 давайте его тоже снимем блин обидно что свитки если есть они еще в запасе они не заполняют наши запасы то просто урон характеристикам никогда хороший не бывает хоть мы и всего две силы за счет это восстановить но чему я несказанно рад тому что мы сразу вот так без лишних обходов нашли с вами третий элемент на нашего пазла третью деталь так сказать и и мы можем смело уже спускаться к боссу но естественно на его уровне нам на ее вернее уровне нам надо будет еще найти что-то но хотя бы здесь нам не надо бегать кругами в панике выискивая что же мы пропустили о кольцо защиты плюс 2 хорошо давайте нами спустимся вот а вот в этот момент теперь мы с вами и попрощаемся поэтому спасибо андре фиолетову максимова моего меха мы из уклики за то что они поддерживают наш канал на огромное спасибо всем вам что вы приходите смотрите эти прохождения в следующий раз бьемся с пивуней и смотрим насколько дальше мы сможем пройти а пока на этом все всем удачи счастливо пока пока до встречи в следующем эпизоде